Путешествие по Вселенной вместе с Европейским космическим агентством Жак Арну, теолог и специалист по этике Французского национального центра космических исследований У нашей Вселенной своя история, и попытку постичь эту историю можно сравнить со сближением параллельных линий при построении перспективы Рано или поздно линии совмещаются в точки схода, или, как мы ее называем, точки нулевого объема Ее также шутя называют «большой взрыв», чтобы подчеркнуть странность того, что произошло в тот момент Сегодня, что правда, то правда, взгляды ученых просто загипнотизированы, прикованы к этой точке нулевого объема В начале 2011 года в парижском городке науки и промышленности Европейское космическое агентство представило первые результаты миссии Планка Цель этой космической обсерватории, запущенной на орбиту год назад дать ответы на важнейшие вопросы современной науки Как появилась Вселенная, и как она развивалась до сегодняшнего дня Первые результаты представил научный руководитель миссии Ян Таубер Наиболее чувствительные детекторы обсерватории должны быть охлаждены до фантастически низких температур Речь идет о температуре на одну десятую ниже абсолютного нуля По шкале Цельсия это приблизительно равно 273 градусам ниже нуля Детекторы должны быть охлаждены до столь низких температур Потому что в противном случае их работе будет препятствовать их собственный нагрев И они не смогут распознать те чрезвычайно холодные космические тела, за которыми мы охотимся Обсерваторию Планк уже назвали самым холодным космическим объектом Она была запущена в мае 2009-го к так называемой второй точке Лагранжа Для этого спутнику пришлось проделать путь в миллион восемьсот тысяч километров Космический аппарат постоянно вращается вокруг своей оси и сканирует космос Его задача составить полную обзорную карту Вселенной А точнее всех испускаемых ею излучений Главный среди них для миссии Планк — космический фон в СВЧ-диапазоне Объясняет Ян Таубер Космический фон в СВЧ-диапазоне — это первый свет, излученный нашей Вселенной Считается, что он появился примерно через 380 тысяч лет после Большого взрыва Крайне низкая температура приборов Планка как раз и объясняется необходимостью изучить космический фон в СВЧ-диапазоне Это излучение очень холодное Понять его природу крайне важно для понимания в целом законов образования и структуры материи Когда мы исследуем раннюю Вселенную в СВЧ-диапазоне, мы констатируем, что она была лишена каких-либо характеристик У нее не было структуры, поэтому мы считаем, что Вселенная между тем моментом и ее сегодняшним состоянием прошла определенную эволюцию Мы можем реконструировать эту эволюцию, опираясь на исследование черной материи Черная материя, когда она появляется в ранней Вселенной, абсолютно однородна Позже, под воздействием гравитации, она образует сгустки, структуру, похожую на паутину Самые плотные сгустки этой структуры образуют галактики Галактики образованы из обычной материи, которая нам хорошо знакома и которая излучает свет Таким образом, мы можем видеть мерцание рождающихся галактик и звезд Но основной объем материи сосредоточен в космической сети из нити и сгустков черной материи Благодаря бортовым датчикам стало возможным обнаружить и зарегистрировать почти 189 скоплений галактик В том числе 20 ранее совершенно неизвестных Эти скопления представляют собой облака космической пыли, которые предшествуют образованию галактик Их изучение позволяет проследить и понять, как эволюционируют галактики Сам процесс напоминает разматывание рулона старинной карты, на которой обозначен пункт отправления Я бы сказала, что самое интригующее в этой истории скопления галактик То, что на самом деле они позволяют нам оказаться на промежуточном этапе между зарождением Вселенной Уже доступным нам благодаря исследованию реликтовых излучений и более близкой к нам фазой развития Видимые на границе раздела кластеры, можно сказать, очередной этап или промежуточная фаза Которая расширяет наше знание того, как происходили, образовывались следы тех давних катаклизмов Того прошлого Вселенной, когда она была еще действительно новорожденной Карты, которые ученые благодаря полученным данным самостоятельно составили Дали возможность не только воссоздать историю во времени и пространстве Но и предоставили много новой информации Даже слишком много для поставленной задачи изучения космического фона в СВЧ-диапазоне Нельзя забывать об этом, так как это первоочередная задача для телескопа Самое интересное, что у Планка на борту установлены два спектрометра Которые позволяют охватывать широкий диапазон частот Их цель — изучение волновой природы света Спектральный диапазон начинается с длинных радиоволн и заканчивается инфракрасным излучением Нам нужен этот диапазон, потому что микроволновый излучатель действует лишь в центре этого диапазона Но кроме него есть и другие источники излучения Чаще всего они нежелательны, поскольку меняют общую картину То есть излучение приходит не только из нашей галактики, но и из других Они дают погрешность в измерениях и таким образом влияют на конечный результат Как удалось установить, первые зафиксированные излучения относятся к 380 тысячам лет после Большого взрыва Эта дата вызывает естественное любопытство, а что же было раньше? В швейцарском Цюрихе, в старейшей обсерватории, где молодой Альберт Эйнштейн получил свои первые знания по астрономии Профессор Арнольд Бенц постарается представить нам это раньше Ибо на сегодняшний день ответить на вопрос может только математика или научная гипотеза Перед возникновением этого космического фона Вселенная была однородная и непрозрачная, как стена Если бы нам захотелось узнать, что за этой стеной, нам бы пришлось просверлить дырку и взять немного этого вещества Мы не знаем, на что похожа Вселенная, но мы можем попробовать ее изучить косвенными средствами А затем был источник всего, Большой Взрыв Это произошло более 13,5 миллионов лет назад Итак, даже если Большой Взрыв положил начало и отчету времени и законам Вселенной Мы не можем точно знать этого Вот в чем проблема И когда удается благодаря планку все же подобраться к этой тайне так близко Ближе чем секунда после Большого Взрыва Ближе доли секунды Внезапно перестают работать все физические законы И все летит к черту И непонятно, что происходит Неужели эта стена по-прежнему будет хранить молчание Останется непроходимой Стена, которая оставляет вопросы без ответов Нужно продолжать исследование Но что может прятаться за всем этим? Представив себе, что там может скрываться Можно говорить о новых теориях, новых инструментах О том, что можно проникнуть за эту стену Которая с точки зрения теории представляет собой доли секунды Но за эти доли секунды может произойти огромное количество всего Некоторые, нужно признать, вкладывают в это все свои надежды Убеждения, свою идеологию Они имеют на это полное право Но я бы посоветовал им быть осторожнее Потому что произойдет проникновение за эту стену Она сдвинется Наука узнает многое Не все, но больше, чем сейчас По-прежнему благодаря датчикам, работающим в широком диапазоне электромагнитного излучения Планк может пролить свет на еще один феномен, который волнует ученых Расширение Вселенной, которое началось сразу после Большого взрыва Научный коллектив миссии Планк надеется увидеть свет в конце туннеля и в этой области Расширение Вселенной могло произойти и по другому сценарию Это мы и пытаемся установить Прежде всего, мы не настолько уверены, что взрыв действительно произошел Это всего лишь математический расчет, идея Если же мы сможем доказать, что взрыв имел место То как именно это произошло? Какой был взрыв? Вот вопросы, на которые хотелось бы получить ответы При чтении данных, передаваемых со спутника, наука делает шаг вперед, позволяющий ей развиваться Тем не менее, необходимы дополнительные исследования Которые станут, возможно, ключом к пониманию истоков нашей Вселенной Несмотря на осторожность большинства теологов Нужно быть очень внимательным к миссии, которую мы доверили науке Но также и к тому, что наука нам пока сказать не может Я за то, чтобы разделять эти вещи Нужно выслушивать с доверием то, что говорят ученые Нужно доверять им, чтобы понять, как устроен мир Когда речь идет о понимании смысла мира, о понимании смысла Вселенной О смысле этой великой перспективы Нужно учитывать, что это требует многого Это требует того, что мы называем душой Может быть, человеческим разумом, воображением, доверием, надеждой Здесь, я думаю, требуется осторожность Чтобы не принять свои желания за действительность И чтобы не навязывать другим свои желания и убеждения Вот оно, великое торжество науки и человеческого духа Которому мы обязаны созданием машины, давшей нам возможность Совершить удивительное путешествие назад во времени Которое позволило нам, благодаря спутнику Планк Присутствовать на грандиозном космическом зрелище Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok